Российские истребители Су-30 помогли доставить в сирийский Дейр-Эзор партию гуманитарного груза ООН. Они прикрывали транспортный Ил-76, с которого были сброшены парашютные платформы с продовольствием и медикаментами. Жителям города полтора года находящегося в осаде террористов эта помощь крайне необходима. Продуктовые наборы наши военные привезли и в Латакию, получили их беженцы из окрестных сел и городов, из исламистов потерявших все, что у них было. Репортаж Дмитрия Зайцева. В здании местной школы разместились 25 семей, тут чуть больше 400 человек. Все они беженцы. Ученические классы на время превратились в самые настоящие жилые комнаты. Парты пришлось спустить в подвал, чтобы освободить место под лежаки и матрасы. Бежавшим от войны жителям северных сирийских провинций удалось спасти совсем немногое. Это все, что нам удалось вывезти. Из дома под бомбежкой грузили в машину все подряд. Халя показывает свое временное убежище. В бывшем кабинете английского языка она живет вместе с мужем и четырьмя детьми почти год. Я была беременна этой дочкой, когда мы решили бежать от войны. Нас приютили здесь, в Латакии. Условия сами видите какие, но мы благодарны за это. Здесь хотя бы не стреляют. Ее супруг Алим сейчас ищет работу, хочет устроиться каменщиком на стройку. После полученного ранения пришлось уйти из рядов ополчения. Мой правый глаз ничего не видит. Я стоял на блокпосту в Сулумфе, когда рядом взорвалась мина. Теперь вот я вынужден заботиться о детях вместе с женой. В Латакии власти организовали два лагеря временного пребывания беженцев. Многие обитатели живут в них по нескольку лет. Есиру Янус Али, 72, оказался в центре полтора года назад. Его селение, граничащее с Турцией, боевики пытались захватить несколько раз. Оно до сих пор находится в осаде. Оба сына служат в ополчении. Вы, русские, оживили Сирию, спасли ее. Всевышний благословит вашу страну за это. У нас хотя бы появилась надежда, что мир вот-вот настанет, и мои дети и внуки смогут жить как прежде, не опасаясь за свою жизнь. Чтобы покинувшие свой кровь местные смогли скорее вернуться обратно в городах и селах, уже освобожденных сирийской армией, сейчас восстанавливают дома и дороги. Пока же беженцев стараются поддержать российские представители. Сегодня в одну из школ Латакии военные привезли гуманитарную помощь, порядка трех тонн груза. Расскажите, пожалуйста, что в пакетах? В состав пакета входит индивидуальный рацион питания. В пакет входит рис, сахар, консервы мясные и говядина, консервы рыбные. А также для детей подарочный набор, в котором есть печенье, конфеты, разные, разнотипные. Насколько рассчитано по человеку? Один получает гуманитарный пакет на одного человека. И дополнительно сухое молоко для детей, сахар и мука на общую кухню. Три тонны продуктов для 400 человек. Полученные беженцами пакеты с гуманитаркой сразу же отправляются на кухню. У нас готовят по очереди. Сегодня наварю каши на всех, ведь теперь у нас есть крупа. А из вашей муки напечем лепешек. Свою помощь оказывают и медики. Мобильные пункты разворачивают во дворе у школы, где живут беженцы. Врачи стараются помочь каждому. Развертываем медицинский пост, где будем осматривать людей гражданских и оказывать помощь. По примеру предыдущих, это сердечно-сосудистое, высокое давление, основное. Также есть и простудные заболевания, несмотря на то, что жарко. Особое внимание к детям и старикам. К некоторым больным врачи приходят сами. Ставят диагнозы и назначают нужные лекарства. Многие препараты, которых в Сирии сейчас не найти, российские медики раздают беженцам бесплатно. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Архипов, Игорь Львов. Первый канал. Сирия.